На данный момент нам солис очень сильно помогает в момент уборки в кратчайшие сроки собрать максимальное количество яблок, так как он используется больше для нижней части дерева. Как таковое беспокойство они не приносят никаких, данному трактору хватает даже заднего привода, передний привод мы как таковой не подключаем, то есть ему хватает чтобы тянуть 8 тележек, вполне, приблизительно по 330-350 килограмм в каждом ящике. С момента покупки прошло 8 месяцев, за этот период времени они себя показали только с положительной стороны, не нужен никакой долгий опыт, то есть грубо говоря кто может управлять легковой машиной свободно, без всяких замечаний и каких-то претензий может спокойно сесть за этот чудесный трактор. То есть завел технику и поехал. В 7 утра начинается работа, оператор приходит в ангар, где стоит техника, получает эту технику, приезжает на тот участок, где запланировано сбор урожая, подцепляет паровозики садовые, как вы видите, в количестве там 7-8 единиц, все зависит от фронта работы и к 8 утра уже начинается полностью масштабная уборка. У нас это продолжается с 8 до 5 вечера и самое главное это аккуратность в работе, потому что техника безопасности превыше всего на данном участке, так как все-таки слишком большой паровозик, который он за собой тянет. Перед тем, как оператору Солиса тронуться, он подает звуковой сигнал и предупреждает всех о том, что на данный момент начнется движение. Допустим, многофункциональность использования данных тракторов для козьбы травы, допустим, можно также подцепить плуг, фрезу для использования в сельском хозяйстве, думаю, такая техника необходима. На данный момент у нас был всего лишь один гарантийный случай, когда техника пришла, мы начали заправлять баки, обнаружилось дефект, бак сверху был лопнутый. Ну, мне кажется, это все-таки заводской брак, потому что никакой к нему физической, как говорится, силы не было, все на месте. Обратились в компанию «Кронос», оперативно, по гарантии, через неделю бак у нас уже был здесь на месте. Молодцы ребята, отработали на 100%. На данный момент хотел обратить ваше внимание на то, что здесь установлен двигатель от компании «Митсубиси». Мы уже с улицы используем, грубо, порядком 4 года. За этот момент никакие технические детали вообще не вышли из строя. Ни подтеков масла, ни в системе, как его, электроники, ни в системе, в топливной системе, никаких сбоев нету. То есть очень хороший, надежный двигатель. Что касается обслуживания. Фильтр очень удобный. Это, я считаю, большой плюс. Сделаны быстросъемы, можно снять в любое время фильтр воздушный, продуть, обслужить, заменить аккумулятор, долить антифриз. Это, я вам скажу, технически очень большой, важный показатель. Так как мы постоянно связаны с техникой и знаем, что такое обслуживание. Трактор себя показывает очень хорошо. Если мы возьмем передний мост, а именно сальники, кардан, потом цилиндр рулевой и так далее. В принципе, если хорошо обращать внимание обслуживать, смазку вовремя делать, то никаких замечаний, ничего не будет. По моменту устройства управления. Очень большой плюс у этого трактора, очень легкое управление. Это очень положительно сказывается на усталость оператора, который на нем ездит. И сцепление, органы тормозной системы, сцепление и коробки передач. Все плавно, без хруста, все отрабатывает на все 100%. В принципе, замечаний нет. Замечания только есть, как мы у многих ребят поспрашивали. Хотелось, конечно, немножечко помягче сиденья и небольшой навес над головой. Так как они используются в летний период времени и осеннее солнце, все-таки хотелось бы немножко спрятаться от солнца. Сейчас, на данный момент, они тоже едут в сором и базы. Они произведут дозаправку баков, помоют на мойке и поставят под навес в ангар. На данном этапе вся техника после рабочего времени пригоняется и ставится под навес. У нас есть человек, который за этим всем смотрит и контролирует. Если появляются в режиме работы какие-либо замечания, оперативно отрабатываем и стараемся, грубо говоря, в сегодняшний день, минуту восстановить и поставить на ход. Потому что мы дорожим не только техникой, но и временем. Что у нас на это есть? Время очень мало, особенно солнечных дней. Хотел добавить то, что у трактора база метр десять по техническим характеристикам. И очень большой плюс влияет для интенсивных садов. Так как междурядия, грубо говоря, заужены листвой. И это транспортное средство легко передвигается, не нанося никакого ущерба и урону яблокам. И вот это большой, конечно, замечательный плюс у этого трактора. Я вот до этого был на выставке. Мы обращались в компанию МТЗ, смотрели вот эту садовую технику. Ну, грубо говоря, аналог по мощностям. Ну, ударение было все-таки на Солис. Есть свои плюсы и минусы, но Солис выиграл. И индийцы показали себя очень с хорошей стороны, надежной, качественной. Ну, я так думаю, это технологии японские. Ничего нового не придумали, просто взяли надежного. Ну, здесь на данный момент это Митсубиси двигатель. И сделали под своим брендом. Качество стоит этих денег. Митсубиси. Митсубиси. Митсубиси.